Новости на канале СТВ, в студии Ирина Мартьенова. Здравствуйте. Новости на канале СТВ. А накануне похожая авария произошла и в Минске. В отношении водителя МАЗа возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначены экспертизы и какие-либо выводы будут сделаны только после их результатов. Напомним, 22 мая на Партизанском проспекте произошла страшная авария с участием легкового автомобиля и двух грузовиков. МАЗ на полном ходу буквально затолкал легковушку, в которой ехали три человека под прицеп КАМАЗа. Удар был настолько сильным, что для высвобождения Ситроэна потребовались два автокрана. После аварии машина превратилась в груду искореженного металла. 45-летняя женщина погибла на месте. Водитель и другая пассажирка в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Почти 30 миллионов долларов вывела из теневого оборота Беларусь за прошлый год. Об этом журналистам сегодня сообщил генеральный прокурор республики Александр Канюк. По его словам, в стране создана система противодействия коррупции и организованной преступности. Важную роль в которой играют руководители финансовой разведки. Представители этих ведомств из 30 стран мира встретились сегодня в Минске. Площадкой для диалога в рамках Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Беларусь выбрана впервые. Влиятельная международная организация охватывает почти две сотни государств. Она занимается разработкой международных стандартов в борьбе с отмыванием преступных доходов. Мы должны более эффективно понимать, кто стоит за деятельностью тех или иных компаний. И сейчас в наших пересмотренных стандартах этот вопрос освещен более четко. Сегодня мы его детально обсудили. Мы создали по инициативе Беларуси в рамках ЕАГ и группу стран СНГ. И, безусловно, это еще плотнее нам позволит сотрудничать и реализовывать те рекомендации и задачи, которые стоят перед Беларусью. В деле предотвращение отмывания преступных доходов. Злоупотребление служебным положением. Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении председателя Гомельского горосполкома и ряда должностных лиц унитарного коммунального предприятия. За сентябрь-октябрь 2011 года они незаконно распределили между собой 24 квартиры в четырех жилых домах. При этом стоимость квадратных метров была в разы ниже рыночной. Часть жилых помещений оформили на подставных лиц. Трое обвиняемых уже заключены под стражу, двое находятся под домашним арестом. Всего материалы дела заняли 65 стомов. Сегодня они переданы в Гомельскую областную прокуратуру. Действия обвиняемых квалифицированы по частям 2 и 3 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Злоупотребление властью и служебными полномочиями. Всего в результате преступных действий обвиняемых бюджет недополучил денежные средства в размере более 3,8 миллиардов рублей. В ходе следствия все квартиры в количестве 24 возвращены государству. Громкое преступление в Британии. Полиция расследует убийство, которое накануне произошло на юго-востоке Лондона. Два темнокожих человека с мачете и ножами напали на военнослужащего, когда тот вышел с территории казармы. У него на футболке была эмблема благотворительной организации, которая помогает британским солдатам, получившим ранения в Ираке и Афганистане. По словам очевидцев, нападавшие заставляли прохожих снимать убийство на мобильные телефоны и фотографировать их на фоне жертвы. Между полицией и преступниками завязалась перестрелка. Оба нападавших были ранены, они в больнице. Ранее атака была признана терактом. Мотивы преступления пока не выяснены. Ведется следствие. Неспокойно и в Швеции, в пригородах Стокгольма беспорядки не прекращаются четвертую ночь подряд. Молодые люди сжигают машины, бьют витрины и нападают на полицейские участки. Каждую ночь улицы столицы патрулируют не только полицейские, но и родители, которые опасаются за жизнь своих детей. Напомню, беспорядки начались в ночь на понедельник. Тогда было сожжено более сотни автомобилей. Причина беспорядков – слишком жесткое поведение правоохранителей, которые застрелили мужчину, угрожавшему им холодным оружием. На юго-западе Пакистана в городе Кветта прогремел мощный взрыв. Неизвестные подорвали грузовик с сотрудниками полиции. В результате атаки погибли более 10 человек. Около 20 получили ранения. Напомню, в середине мая в этом же регионе произошло нападение на начальника местной полиции. Тогда на воздух взлетел заминированный автомобиль. Сам чиновник не пострадал, но погибли около десятка мирных жителей. На юго-западе страны особенно активны сепаратисты и религиозные экстремисты. Только прошлой зимой в Кветте произошли два взрыва, которые унесли жизни около 200 человек. В американском штате Индиана столкнулись четыре школьных автобуса. Они развозили учеников по домам после уроков. Всего в момент инцидента в машинах находилось более сотни человек. Около 50 подростков получили незначительные травмы. Они госпитализированы. Кроме того, серьезно пострадал один из водителей. Причина аварии пока не установлена. На месте происшествия работают эксперты. Японский автоконцерн Nissan из-за брака отзывает более 840 тысяч автомобилей. Вернуться к производителю должны лишь некоторые модели. Это Nissan Micro и Nissan Coupe, выпущенные в Британии и Японии с 2002 по 2006 годы. В этих машинах обнаружены проблемы в системе управления. Болты в рулевой колонке затянуты недостаточно туго, что может привести к поломке руля. Однако производитель заявляет, что аварий именно по этой причине пока не происходило. Ольга Коршун, телекомпания СТВ. Ветераны Великой Отечественной получат материальную помощь, памятные подарки и юбилейные медали к 70-летию освобождения Беларуси и 70-летию Победы. Это предусмотрено планом подготовки и проведения мероприятий к значимым для страны датам, утвержденным указом президента. Предусмотрено также изучение социально-бытовых условий жизни ветеранов, членов семей военнослужащих, партизан и подпольщиков погибших в годы войны. Отдельных категорий граждан, которые пострадали от последствий Великой Отечественной. При необходимости будут отремонтированы квартиры и дома одиноких граждан данных категорий за счет средств местных бюджетов. Волонтеры окажут шефскую помощь. Продолжится также благоустройство мемориалов и памятников воинской славы. Партнерство «Во имя будущего» Белорусский международный медиафорум продолжает работу. Он собрал представителей 15 государств. Торжественное открытие прошло накануне в Национальной библиотеке. Ну а сегодня дискуссионная площадка переместилась на Гроднищину в Мирский замок. Будет работать и летняя школа журналистики, которая по традиции привлекает огромное количество известных медиаперсон. В рамках форума пройдет и международный конкурс «Искусство книги» страны СНГ. Завтра в Национальной библиотеке назовут лучшее издание в семи номинациях. Большой юбилей отмечает Национальный академический театр оперы и балета. А с 80-летием его коллектив поздравил президент Беларуси Александр Лукашенко. Ваш театр – наша гордость и подлинное национальное достояние. Его история наполнена яркими открытиями, незабываемыми спектаклями и неугостимым творческим горением выдающихся мастеров, принесших белорусскому искусству мировую славу, говорится в поздравлении. За эти годы на главной музыкальной сцене страны состоялись более 200 премьер. Всего же здесь прошло более 20 тысяч спектаклей. Театр стал визитной карточкой страны и одним из ее национальных символов. К своему юбилею он подошел, что называется, в расцвете сил. Балетная и оперная труппа, богатые звездными именами, а золотой фон театра насчитывает более тысячи человек. Театр сегодня остается удивительно современным, открытым для смелых экспериментов и новаторских художественных решений. Репертуар богатейший и очень хотелось бы его сохранить. Для меня театр – это, можно сказать, мой второй дом, а может быть даже и первый. Я почти успела захватить все поколения. Мечтой моего детства была попасть в труппу Большого театра и стать ведущей балериной. Моя мечта осуществилась. Я очень благодарна судьбе, Богу, за то, что я здесь живу, я дышу своей работой, дышу этим театром. И последнее. Дождливая погода ожидается сегодня и завтра в Беларуси. Кратковременные дожди пройдут на большей части территории страны. Местами прогремят грозы, усилится ветер. При этом днем от 18 до 24 тепла. Далее в выпуске «Спортивное обозрение» Ольги Звездочкиной. Заходите на наш сайт ctv.by, звоните и делитесь своими новостями по телефонам горячей линии. 290-66-00 или 1-600-700. Всего доброго и до встречи в 16.30.